В первой части вашего доклада примерно можно понять, почему растет смертность. Это и экология, и питание, это и болезни, здравоохранение, все-все-все. А почему падает рождаемость? После 2015 года, две причины. После 2015 года начали падать доходы населения. И современный мужчина, который основная масса, если он рождает второго ребенка, он попадает в ситуацию нищеты. Это первая причина. И вторая причина, последствия 90-х годов. В 90-е годы родилось очень мало девушек, которые сейчас должны рожать детей. И это даже больше вклад сейчас вносит, чем первое, то, что я вам сказал. То есть это накопившаяся причина, а не причина сегодняшнего дня. Причина сегодняшнего дня, ее мыслить, да, нужно помогать семьям расти детей, чтобы они как минимум рожали второго-третьего ребенка. Для этого нужно создать условия для матери, я вам сказал. Удвоить материнский капитал, удвоить, может быть, трое. И, конечно, если мать воспитывает ребенка до семи до с каких-то лет, конечно, она должна получать нормальный питание. Она должна получать без резистенции. Виктор Атольевич, извините, я еще... Это, конечно, только часть нет, о которой я вам говорю, но она необходима, то, что делается в Европе. Вот, казалось бы... Я вот немножко добавлю, как пять у меня внуков и две дочери. Среди девушек, молодых, я хочу, чтобы девушки меня поняли и сделали свои правильные выводы. Существует еще и такое мнение. Я должна стать личностью, то есть зарабатывать, организоваться, а потом буду думать о ребенке. Вот это, к сожалению, есть. И надо сделать так, чтобы, если девушка хочет стать, чтобы она скорее встала и думала скорее о ребенке. А иногда это затягивается до сорока лет, до... Девушки, надо раньше решаться, вот, своей, так сказать, жизненной позиции, а дети – это ваше будущее. Ну, извините, я просто из опыта, из опыта. Да, но это касается женщин, девушек, которые... Ну, те, которые рутся вверх. Да, рутся вверх. Вот ты скажешь, что во всем мире, когда благосостояние народа растет, рождаемость падает. А у нас как-то наоборот получается. Это ведь как во всем мире. Во всем мире, как... Ну, моя бабушка делала... Одна бабушка, после того, другая бабушка, шеет. Обращаю ваше внимание. Мои деды, они оставили свои дети до революции. И вот тем не менее, мои бабушки, у меня его такие серии, как ты идищи. Как что-то было, я не знаю, я в те годы не жил, и с ними, с бабушками уже особо такие проблемы не успел обсудить. Значит, что-то было. Как можно вот так вот, семья, восемь детей. И как ее выкинуть можно было. И вот у меня вот старшие братья и сестры моего отца вышли, все получили лучшее образование, но это уже произошло после революции. А вот мой дед умер еще в восьмом году, в девятьсот восьмом году. То есть это все как-то вытаскивается. Поэтому, конечно, восемь, десять, шесть детей, это непонятно. Но два, три, это вполне можно. В Америке это выполняется. В Европе после падения, вот при принятии соответствующих мер, а это программа правительства, это цель должна быть, она все-таки подрастала. Франция, Швеция показали, другие лица страны показали, а вот сражение. Так что не безнадежно. Хотя вот эти вот проблемы, особенно девушки, которые имеют высшее образование, хотя свой карьер, они выходят замуж уже за 30, и там где-то за 30, что-то такое рожают, и потом успевают родить одного ребенка. Но это все серьезные проблемы. Но основная масса девушек не рожает второго ребенка, потому что ее суху не бросил, или он не способен содержать такую семью. Это основная масса, значит, падения рождаемости. Спасибо. Пожалуйста, коллеги. Пожалуйста. Да, конечно. Пожалуйста. Там микрофон, возьмите. Микрофон. Еще одна причина, которая приходит к снижению рождаемости. И она сказала, что, в общем, не было именно на графском состоянии. Мне кажется, вот то, что ваши дедушки и бабушки жили в те времена, когда развод был, фактически отсутствовал в нашем обществе, и нынешняя ситуация, когда у нас, во-первых, очень мало молодежи стремится к браку, и огромное количество разводов, что, в общем-то, это влияние и либеральных, так называемых либеральных ценностей, которые пришли из Запада. И поэтому, в общем-то, семья неустойчивая, и это, в общем-то, не секрет, что у нас семью в основном тащат женщины, так уж тем более в семьях, которые разводят. Поэтому, мне кажется, вот помимо той помощи, которую вы сказали, что нужно осуществлять женщинам, скажем, с детьми, особенно это должно быть неполным, так называемым, неполным семьям. И это, может быть, даже в большей степени определяет отсутствие желания женщин рожать, потому что именно неустойчивость, тем более в тяжелые времена, экономическая вот эта вот проблематика. То есть, вот и правильно говорит наш патриарх, который, в общем-то, и с президентом, а не вкупе об этих проблемах поднимает, что и поднятие именно духовных вот этих вот скреп в нашем обществе должно быть одной из главных причин. Полностью согласен. Конечно, конечно. Это вообще общая мировая проблема. Значит, изменение нравов, что-то и в Америке имеется, и так далее, но все-таки, в Америке, мы имеем рост. Значит, два компонента. Понизит смертность и поднимается рождается. Продолжение следует...